Приветствую всех на своем канале Есть-Поесть и сегодня готовлю хлеб-бутерброд в виде гармошки. Выпечка имеет форму буханки хлеба, но легко разбирается на части. Отделите определенным образом кусочек и вы получите бутерброд с колбасой и сыром или с любой другой начинкой, какую пожелаете. Тесто для этого хлеба подойдет любое дрожжевое. Я использую дрожжевое тесто «Утопленник» или «Водолаз», рецепт которого показывала в предыдущем ролике, а список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, беру готовое дрожжевое тесто, раскатываю его в пласт прямоугольной формы. Толщину делайте на свое усмотрение. Режу сначала напополам вдоль, а затем такими кусочками вытянутой формы. Далее беру колбасу, у меня это ветчина, и сыр. Режу и то и другое не очень толстыми кусочками. В целях экономии можно взять сыр, натертый на терке. На край каждого кусочка укладываю по кружочку колбасы и сверху по кусочку сыра. На свое усмотрение можете еще что-нибудь добавить в начинку. Накрываю сыр с колбасой оставшейся частью теста. Беру обычную форму для кекса, она у меня такая небольшая, застелила пергаментом и теперь складываю получившиеся заготовки. Для удобства держу форму под наклоном, чтобы кусочки не упали. Все аккуратно разравниваю, поправляю. Если у вас форма больше моей и остается пустое место, поместите в это пространство кусочек сложенной фольги или пергамента, чтобы заготовки не упали, а затем по мере расстойки уберите его, чтобы у теста была возможность занять всю площадь формы. Накрываю заготовку пленкой или пакетом и даю постоять еще минут 30. Хлеб можно смазать желтком или ничем не смазывать. Я, как правило, использую просто молоко, чтобы кунжут, которым я посыпаю хлеб, лучше держался. Далее отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому хлебу даю пару минут остыть, затем извлекаю из формы и устанавливаю на решетку. Аккуратно отделяю каждый бутерброд так, чтобы внутри оказался кусочек колбасы и сыра. Если вы хотите, чтобы бутерброды прямо отскакивали друг от друга, значит перед укладыванием в форму смажьте маслом каждую заготовку. Бутерброды хороши как в теплом, так и в остывшем виде. Я обычно такой хлеб пеку накануне для завтрака на следующий день. Ну вот я специально отделила кусочек так, чтобы было видно, как хлеб выглядит внутри. Сыр, разумеется, плавится, что придает особую прелесть. Подаю я эти бутерброды с овощами и зеленью. Моя семья считает такой завтрак очень вкусным и сытным, причем это нравится и взрослым, и особенно детям. Кстати, такие бутерброды очень удобно брать с собой, не то что в качестве перекуса, а в качестве целого обеда. Все составляющие скреплены между собой и ничего не разваливается. Ну вот еще раз вам продемонстрирую, насколько воздушной и мягкой получается выпечка из теста водолаз или утопленник, рецепт которого я показывала в предыдущем ролике. Смотрите, оно такое пористое и пушистое и отлично подходит для любой выпечки, хоть в духовке, хоть на сковороде. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, а также обязательно пишите комментарии. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на моем канале еще рецепты с интересной и необычной выпечкой, а также нетрадиционные способы приготовления дрожжевого теста. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть. Впереди еще много интересных рецептов. А я желаю вам приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.